ТОП-фишки успешных переговоров. Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова и в этом видео я хочу поделиться, как всегда, полезной, практической информацией, которую вы сможете применить для развития вашего бизнеса и улучшить результаты, соответственно, те, которые вас вдохновляют, которым вы сейчас идете. Итак, сегодня мы поговорим о успехе в переговорах. Как всегда, практика. Сейчас общаюсь с большим количеством людей, предпринимателей, сетевиков, людей, которые также имеют опыт как в линейном, так и в сетевом бизнесе и есть определенные наблюдения. Итак, перейдем, да, приступим. Что мы считаем успехом в переговорах? Вот что лично для вас это успех в переговорах. Первое, что возникает, это, конечно же, завершение сделки. Наверняка. То есть, когда мы встречаемся с человеком, у нас есть к нему какое-то предложение, то, конечно же, идеальные условия, чтобы этот человек в завершении встречи, в завершении переговоров у нас это приобрел, да, купил, стал нашим либо клиентом, либо партнером. Ну, давайте посмотрим еще. Какие еще есть варианты? Что еще можно считать успешным, чтобы определить, что переговоры прошли успешно? Вот представьте, что вы сейчас находитесь в пустыне, вы хотите пить, и в этот момент появляется человек, который говорит, у меня есть вода, вот вода, даже если она стоит дороже обычного, вы бы приобрели у него воду? Вы в пустыне, жара, вокруг больше никого нет, появляется продавец с бутылкой воды и продает ее дороже. Наверняка, вы эту воду бы приобрели и купили, потому что у вас было на тот момент жгучее желание, жажда. Теперь представьте, зима, вы совсем не хотите пить, у вас, ну, совсем другие потребности на тот момент, появляется какой-то человек и предлагает вам купить бутылку воды. Что для вас было бы ценно в этих переговорах? Вот, что вам вода сейчас не нужна? Что бы вы хотели получить от этих переговоров? Наверняка, вы бы хотели, чтобы человек вас услышал, понял вашу потребность, и было бы еще хорошо, чтобы он помог вам в достижении того, чего вы хотите. Ну, вот, допустим, если это зима, холодно, вы хотите в этот момент согреться. Он вам помочь не может, у него бутылка воды, он воду продает. Но он знает, где вы можете выпить чашечку горячего чая, и где вы можете еще и сэкономить и в уютной, классной атмосфере. Вам бы было это ценно, и наверняка, да, это было бы ценно. И вы бы воспользовались его рекомендацией, а потом прошло, допустим, полгода, лето, жара, он вам оставил визитку тогда еще зимой. И летом вы бы к кому обратились? Ну, если бы вы оказались в той пустыне, и было бы уже три продавца, у кого бы вы приобрели? Вот, вот такая вот история. Вы снова в той пустыне оказались, там уже 3, 5, 10 продавцов. Наверняка, вы бы обратились именно к тому, кто вас услышал. Понимаете, в чем секрет успешных переговоров? Это не всегда продажа в тот момент, когда вам нужно. Успешные переговоры – это если ваш клиент потенциальный, тот человек, с которым у вас сегодня встреча, если он остался доволен после встречи с вами, если он понял, что вы для него друг. Как делать не совсем корректно, на мой взгляд? Это когда одна из встреч, на которой мне посчастливилось недавно быть, когда человек абсолютно меня не слушал. Этот человек, который рассказывал только о своем бизнес-предложении, совершенно не слушая мой ответ, насколько мне это интересно. После того, когда я ему ответила три раза, что мне его предложение абсолютно неинтересно, он все равно продолжал настаивать на том, что мне нужно посмотреть его презентацию. Мне нужно узнать. Он мне рассказывал, какие у них крутые разработчики, и вот все в этом плане, какие там ингредиенты, супер-пупер, и сколько можно зарабатывать. Но я на этот, на тот момент, у меня этой жажды нет. У меня есть свой прекрасный продукт, свои прекрасные ингредиенты, и после того, когда эти переговоры закончились, желание пообщаться с этим человеком еще у меня не возникло. Следующее, что, как мне кажется, ошибочное действие в переговорах, это тоже, что сделал этот же человек. После того, когда мы с ним завершили, я ему вежливо три раза сказала, что мне его предложение неинтересно, предложила ему уважать мое мнение, а не давить и не завершать сделку, потому что он считает свою воду самую крутую, самую чистую, и, ну, это образно, да. Что он сделал после этого? Он вдогонку наслал мне еще кучу информации, которой я не просила. У меня запроса нет. И после того, когда он повторил это еще два или три раза, после этого я контакт заблокировала, потому что я поняла, что с этим человеком я у него никогда ничего не хочу купить, потому что он меня не слышит, он не слышит мою потребность, он ее не учитывает, у него есть своя потребность. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши сделки успешно завершались, не нужно сделать это прямо именно сейчас. Сделайте так, чтобы человек захотел с вами пообщаться еще, чтобы он увидел, что вы его уважаете, уважаете его мнение, уцените его. И готовы ему действительно помочь. Еще один пример переговоров, это когда вы предлагаете человеку возможности, и человек чувствует, что вы для него друг. Это тоже один из примеров, который недавно произошел в моей жизни, так сказать. И этот человек, который рассказал мне о своих возможностях, вежливо послушал мои, и мы сошлись на том, что мы друзья. В общем-то, ничего полезного он мне не предоставил, я ему в свою очередь тоже, но мы почувствовали, что мы друзья, и возможно потом когда-то мы можем быть друг другу полезны. Это тоже хорошая техника, это тоже такой вот положительный осадок, который остается у человека, с которым вы общаетесь, который является потенциальным вашим клиентом или партнером. И третий вариант, это когда, как раз который мы рассмотрели в самом начале, когда вы делаете больше, чем от вас ожидают. То есть когда вы приходите к человеку, вы ему преподносите какое-то предложение, вы с ним общаетесь, вы по-человечески узнаете у него потребность. И фишка, которая поможет вам не только в бизнесе, которая поможет вам налаживать контакты, как деловые, так возможно и в вашей личной жизни. Это тоже, это невозможно, это точно работает. Возможно вам есть такая потребность, вы можете это применить и там. Для того, чтобы расширять круг друзей, для того, чтобы расширять круг партнеров, для того, чтобы легче знакомиться с людьми, когда вы куда-то путешествуете. Эта фишка, знаете как звучит? Делай больше, чем от тебя ожидают. Всегда делай больше, чем от тебя ожидают. Не жди, что тебя от чем-то попросят. Если тебя от чем-то попросили, постарайся сделать еще лучше, чем тебя попросили. Попросили тебя, подай пожалуйста чашку чая, подай чашечку кофе. Позаботьтесь о человеке. Предложите ему, не нужно ему еще больше, сразу же вот тебе она, съешь еще и пирожное. А позаботьтесь, спросите, может тебе еще и пироженку принести. Вот делайте больше, чем от тебя ожидают. Когда вы общаетесь с человеком и видите, что ему ваше предложение сейчас неинтересно, услышьте, что ему нужно и сделайте больше. Сделайте, предложите ему, помогите ему. Один из прекрасных примеров, который также мне посчастливилось недавно участвовать в таких переговорах, мы общались с одной прекрасной женщиной, которая узнала о моем бизнес-предложении. И она, кроме своего ответа, она еще и, так как у нее есть большой опыт в развитии бизнеса, успешный бизнес, она предложила мне помочь улучшить мою бизнес-презентацию. Может быть, мое... То есть, да, она мне предложила улучшить то, чем занимаюсь я. И, возможно, на данный момент у нас не произошла какая-то сделка, там, купля-продажа и так дальше. Но то, что человек сделал больше, чем я от него ожидала, опять оставляет тот осадок, что ты хочешь продолжить общение с этим человеком. Ты ему больше доверяешь. А люди покупают, когда они вам доверяют. Чем больше уровень доверия, чем больше человек понимает, что вы для него друг, пусть ему сегодня не нужен тот продукт, который вы ему предлагаете, он о вас, когда у него будет выбор между приобрести у вас или не у вас, когда у него появится естественная жажда, он не подумает, этот человек мне только продавал, продавал, продавал и завершал сделку, вот не хочу я с ним, понимаете, вот у него вот тут, как говорится, сидят ангелы, ему говорят, нет, ты к этому человеку не иди. А если вы ему предложили, сделали для него больше, он придет именно к вам. Поэтому я вам желаю успешных переговоров, проводите их искренне, проводите их с душой, слышите, что хочет человек во время переговоров и после. Делайте только то, что интересно людям, с которыми вы общаетесь. Поступайте так с людьми, как вы хотели, чтобы они поступали с вами. Благодарю за внимание. Если данное видео оказалось вам полезным, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, на котором вы увидели это видео. И до встречи в следующих полезных роликах. Пока-пока.